вот это звук ребята первое что я себе представляю когда слышу wonderwall оазис это галлахер и его гибсон g200 если вы сейчас ищите инструмент для того чтобы играть петь баллады для того чтобы играть медиатором играть громко лучше чем гибсон g200 пока что просто не существует этот инструмент выглядит как cadillac звучит как рояль в общем это настоящая американская классика король флэт топов и этот инструмент по праву можно назвать легендарным потому что на нем играла огромное количество потрясающих музыкантов таких как джимми пейдж джордж харрисон боб дилан элвис пресли и еще просто целый огромный список великолепнейших музыкантов кстати например джордж харрисон записал на этой гитаре такие вещи как here comes the sun while my guitar gently weeps и свой дебютный альбом all the things must pass и собственно боб дилан играл на этом инструменте он приобрел его в 69 году играл на фестивале в великобритании этот инструмент изображен на его сборнике nashville skyline легенда рок-н-ролла элвис пресли приобрел этот инструмент осенью 56 года и с тех пор отыграл большую часть своих концертов именно на этой гитаре джимми пейдж из led zeppelin большую часть своих акустических вещей играл именно на гибсон j200 это несомненно baby i'm gonna leave you black mountain side что касается самой компании гибсон как мы с вами знаем это очень старая американская компания которая берет свои истоки еще с конца 19 века в городе коломадзу штат мичиган сын английского эмигранта орвилл гибсон тогда в своей мастерской начинает свой путь с того что делает мандолины в 1917 году уже появляется целая фабрика и кстати интересный факт первый регулируемый анкерный стержень который находится в грифе гитары был запатентован в 1921 году мастером по имени тадеус макхью из компании гибсон то есть по сути за все это время компания накопила просто бесценный огромный опыт и поэтому на данный момент она является одним из флагманов гитаростроения на которую ориентируется большинство других новых более молодых производителей что касается самого инструмента весь корпус полностью сделан из массива верхняя дека это ситхинская ель это самая традиционная порода дерева для верхних дек в совокупности с икс-образной схемой пружин скалопированных инструмент звучит очень объемно то есть внутри корпуса внутри верхней деки с другой стороны есть специальные речки которые называются пружинами они специальным образом подрезаны этот процесс называется скалопирование за счет этого когда мы играем аккорд когда мы высекаем ноты инструмент верхняя дека начинает больше резонировать больше ходить и инструмент как раз таки получает вот этот вот объем низ благодаря вот этим вот пружинам специальным образом скалопировано в совокупности вот с этим большим корпусом что касается задних дек и обечаек в первые годы выпуска в 1937 году для задних дек и обечаек использовался палисандр но в 1942 году из-за войны производство этих инструментов было остановлено и запущено оно уже было в 1946 году но для задних дек и обечаек уже стал использоваться волнистый клёв в общем мензура 647 миллиметров подставка накладка палисандр механика гровер великолепная на борту стоит датчик лр бакс его снаружи не видно находится в утренизатором отверстия его можно подключать к усилителю чем на этом инструменте сделано все с размахом для того чтобы играть баллады то есть это лучший инструмент для медиатора для громких аккордов но по крайней мере круче я еще пока сам не встречал гровер великолепный Музыка В общем, эта гитара комплектуется жестким кейсом и, самое это главное, нашим пожизненным сервисным обслуживанием. И каждая гитара, которая попадает к нам в магазин, обслуживается мастером. Практически во всех случаях, в 99% случаев. Это делается не потому, что гитара выходит с фабрики и там что-то не доделали. Нет контроля за качеством, особенно гитар Гибсон, на должном уровне. Но фишка в том, что когда инструмент выходит с фабрики, он хранится на складах. Потом он плывет через моря, океаны, с другого конца света сюда к нам. И, естественно, все перепады влажности и температуры на инструменте сказываются. Поэтому в большинстве случаев приходится шлифовать лады, регулировать гриф, отрегулировать высоту струн, потому что она тоже меняется. Нужно все проверять. В общем, там много всяких процедур. И с каждой гитарой мы это делаем. Это очень важно для того, чтобы вам было удобно и комфортно играть, чтобы у вас не болели пальцы, чтобы вы не сталкивались с проблемами, которые вас отвлекают от занятий музыкой. Поэтому после всех этих процедур внутри гитары ставится штамп нашего магазина. И в дальнейшем, если уже с вашим инструментом будет что-то происходить, если опять перепады влажности и температуры будут на нем как-то сказываться, поскольку это дерево, это живой, можно так сказать, организм, оно очень чувствительное. Если что-то будет возникать, опять какие-то проблемы, вы всегда можете прийти в одну из наших мастерских в Москве, либо в Санкт-Петербурге. И наши мастера сделают все так, чтобы было максимально комфортно, максимально удобно. В общем, я вас приглашаю в наши магазины послушать эту гитару, потому что это обязательно нужно слушать вживую. Никакие, к сожалению, видеообзоры не могут в полной мере передать, как звучит эта гитара. Поэтому жду вас очень в гости в Санкт-Петербурге на Кирочной, либо в нашем магазине на Флаконе в Москве. Если вдруг по каким-то причинам у вас нет возможности к нам приехать, вы можете заказать эту гитару в нашем интернет-магазине. Там есть кнопочка «Купить» под этим видео. Все, до встречи, приходите играть! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!